Самый известный художник-сюреалист в мире Сарвадор Дали, помимо живописи, оставил вклад в самых различных областях искусства. Он получил широкое признание как писатель, иллюстратор, ювелирный дизайнер, режиссер, скульптор. В течение нескольких лет с 1969 по 1972 Дали создал целую галерею сюрреалистических образов, воплощенных в воске. Большинство из них знакомы зрителям. Художник использовал при создании скульптур те же образы, что фигурируют на его живописных полотнах. Почти все скульптуры были сделаны в доме Дали в порт Плегаде. По рассказам биографа Дали Робера де Шарна, после полудня художник брал воск, выходил в бассейн и на протяжении нескольких часов занимался лепкой. А после обеда вновь возвращался в мастерскую к живописи. Мастер работал исключительно с воском, поскольку никогда сам не рассматривал свои скульптуры, как самостоятельные произведения. Мир узнал о Дали скульпторе только благодаря коллекционеру Исидору Клоту, который выкупил у мастера его восковые модели, ибо они уже оказал бронзовые обливки. Представленные публике скульптуры произвели сенсацию в мире искусства. Многие скульптуры впоследствии были многократно увеличены и окрасили не только музейные коллекции, но и площади многих городов. Практически все скульптуры Дали есть повторение. Развитие мотивов, появлявшихся в его рисунках и картинах. Сладывается ощущение, что скульптуры Дали – это объемные варианты его картин, очищенные от многих деталей, доведенные до логического завершения, и как бы поднятые на уровень обобщения идеи. Скульптура «Поглонение Терпсихори» Муза танца в интерпретации Дали создает два зеркальных образа. Мягкая фигура противопоставляется твердой и застывшей. Отсутствие черт лица подчеркивает символическое звучание композиции. Танцовщица с плавными классическими формами представляет грацию и бессознательное, в то время как угловатая кубистическая вторая фигура говорит о постоянно растущем и хаотичном ритме жизни. Венера – богиня красоты. Дали, воздавая должность женской фигуре, наделяет ее своими особыми элементами. В основе скульптуры лежит классическая форма мраморной статуи женского торса, в которой добавлены четыре элемента – мягкие часы, яйцо, два муравья и разделение тела на две части. Перекинутые через шею часы сообщают две противоположные идеи. С одной стороны, красота плоти временная и непременно исчезнет. С другой стороны, красота искусства вечна и находится вне времени. Муравьи служат напоминанием о человеческой смертности и непостоянстве. Между двумя частями космической Венеры мы видим яйцо, которое, как и муравей, было любимой темой Далии. Оно воплощает в себе двойственность твердой внешней оболочки и мягкого содержания. Яйцо оказывается положительным символом, олицетворяющим жизнь, возрождение, воскрешение и будущее. Оригинален и без женщины, созданный Сальвадором Дали в 1933 году для сюрреалистической выставки в Париже. На фарфоровый бюст женщины водружен батон хлеба и бронзовая чернильница. Образ картины Анжелиус Жанна Франсуа Миле. Плюс муравьи на лице, бумажный шарф, початки кукурузы на плечах. Просто пародия на моду. Оригинал которой испортила собака Пикассо. Выставку посетил художник с питомцем и пес сожрал батон. Весь замысел буквально псу под хвост. Теперь реконструкция работы, но уже с ненастоящим батоном, находится в театре музея Сальвадора Дали в Фигерасе. В этом совершенном произведении Дали изображает сад Эдема. Адама, Еву, Змея и сложное напряжение между ними. Художник воссоздает тот самый момент, когда Ева предлагает Адаму запретный плод. Адам, не ведая, что их ждет, если он подастся искушению, в изумлении и нерешительности поднимает руку. Знающий о грядущих страданиях пары, Змей пытается утешить обреченных и сворачивается в форму сердца. Тем самым он напоминает Адаму и Еве о том, что любовь создает целое. Скульптура Единорог. Мифическое животное ассоциируется с целомудрием и действенностью, как мужской, так и женской. По этой причине его образ стал эмблемой богородного рыцаря. Кроме того, некоторые легенды представляли Единорога символом мужественности. Дали решил изобразить его как некую фаллическую фигуру, чей рук пронзает каменную стену сквозь отверстие в форме сердца, из которого стекает капля крови. Чувственную природу скульптуры подчеркивает фигура, лежащая на переднем плане, обнаженная женщина. Скульптура, пылающая в огне, объединяет два постоянных мотива Дали – огонь и женскую фигуру с выдвижными ящиками. Кажется, что пламя живет своей жизнью, представляя скрытое напряжение бессознательного желания. Вместе с тем, выдвижные ящики отсылают к тайне и сокрытому. Эта прекрасная женщина без лица становится символом всех женщин, ведь для Дали настоящая красота женщины заключается в тайне. Женщина в огне отсылает к одной из ранних программных работ художника под названием «Пылающий жираф», которая создавалась в период гражданской войны в Испании. На переднем плане изображена фигура женщины с протянутыми вперед руками, и руки, и лицо женщины окровавлены. Голова, лишенная глаз, исполнена отчаяния и беспромощности перед надвигающейся катастрофой. Позади двух женских фигур изображены костыли подпорки. Мотив, который многократно появлялся, затем в произведениях Дали, символизируя слабости человека. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА